В чем суть корректных и некорректных людей в дизайне человека, я решил иллюстрировать при помощи паззлов. Сначала хотел на детских паззлах это сделать, потом решил в интернете найти. Итак, возьмем какого-то человека, который нам нравится, допустим. Каждый человек несет какие-то... вот его бодиграф это как некий пазл, набор каких-то энергий. Он несет это и соответственно другой человек является носителем других энергий. Являемся ли мы, скажем так, дополнением друг друга? Корректно ли мы друг для друга? Этот человек может нам нравиться очень. Он может быть классным, добрым, высокоразвитым, высокодуховным, все что угодно по социальным меркам. То есть успешный, богатый и так далее. Но если он для нас не корректен, то есть как бы он нам не нравился, его вообще не подходит нам. То есть через наше взаимодействие не идет некое... некий поток, не идет... То есть мы не дополняем друг друга и даже если мы будем друг с другом рядом, то у нас будет ощущение такое бессмысленности нашего существования. То есть сама судьба будет как-то расталкивать, что ли, уводить. То есть жизненные траектории будут расходиться. И такие отношения нестойкие. То есть некорректные отношения всегда нестойкие. Именно поэтому Рао Руху все время говорила, что у нас нет выбора, кроме как быть самим собой. Потому что только приняв себя, мы можем найти того, кто нам подходит. И вот стратегия и внутренний авторитет позволяют как раз найти того, кто нам подходит. То есть является носителем тех энергий, которые именно для нас корректны. То есть с кем мы можем, собственно, действовать по жизни и проводить те программы, которые в нас заложены. Генетические программы. То есть нравится он нам или не нравится – другой вопрос. Но такие отношения уже будут стойкими, такие отношения уже будут, что называется, крепкими. То есть люди подходят друг к другу. А для того человека также есть какие-то корректные люди, которые, собственно, эти вот программы помогают ему проводить. Но для нас это некорректно. То есть он из другого, как говорят, из другого фрактала, из другого, я еще говорю, из другой сказки. То есть у каждого свои точки соприкосновения. И если человек для нас некорректен, то происходит непонимание. Может непонимание происходить. Могут быть ситуации, которые друг с другом как бы людей рассоединяют. То есть пытаются люди встретиться. Все не получается. Как-то сама судьба как будто против этого. Ну и много-много всяческих трагедий шекспировских, которые вот именно из-за того, что данным людям, хоть и там есть чувства, может быть, там есть любовь и все такое, Но если это некорректные отношения, то они не, с точки зрения вот именно этой механики, собственно, не поддерживаются этим миром и все время стремятся каким-то образом закончиться.